Окей, тогда, товарищи, приступим ко второй лекции о транскриптомике. Сегодня я расскажу про статистические модели, которые используются для анализа дифференциальной экспрессии, ну и вообще в транскриптомике. И мы поговорим про конкретные решения для дифференциальной экспрессии. Про дифференциальный сплайсинг и про всякую пост-обработку будем говорить на следующем занятии. Окей, так, начнем с простой вещи. На прошлом занятии я говорил, что мы можем оценивать экспрессию какой-нибудь гена, как количество ридов, которые картировались на данный ген, и говорил, что надо эту величину отнормировать. Ну и на самом деле люди об этом уже думали, на заре появления RNA-сека, и придумали такую вещь, которая называется RPKM. Ну а потом, поскольку он сказал, что все люди не одинаково умные, то пришлось подумать, что на величину конденсации RPKM. Отличие между... что это такое? RPKM это количество ридов на одну килобазу гена, ну или транскрипта, на один миллион ридов, которые прокартировались. То есть мы нормируем и на длину гена, и на количество ридов нашей библиотеки. Почему нормируем на количество килобазов миллионов? В основном, после того, чтобы величина, которая у нас в итоге получилась, была там не что-то на 10 минус 9, например, а было порядка единицы, сотен, тысяч. Ну, потому что людям приятнее смотреть на числа, которые около единицы или больше единицы. RPKM1 это такая приемлемая детектируемая экспрессия. В чем разница между RPKM и FPKM? Значит, R это риды, а F это фрагменты. Дело в том, что я говорил, ну вы знаете, надеюсь, помните, в первой лекции, что риды бывают одиночные и парные. Но парные риды, они, на самом деле, два рида с одного единственного фрагмента. Поэтому, ну нельзя сказать, что если риды парные, что у вас есть два рида, на самом деле, у вас только один фрагмент, один рид. Одна пара ридов это одно единичное наблюдение. Но вот для того, чтобы люди не сомневались в этом вопросе, специально придумали вместо RPKM и FPKM, которое напоминает, что речь идет именно о фрагментах, то есть о независимых наблюдениях. Но на самом деле используют и RPKM, и FPKM, и для парных, и для непарных ридов. Важно понимать только то, что если у вас риды парные, то вы считаете не каждый рид, который притекает в ген, а их парами. То есть если у вас оба рида из пары попали в ген, вы считаете их один раз. Но если у вас из пары картируется только один рид, то можно либо их вообще выкинуть, либо считать его как одну пару. С разницей между RPKM и FPKM особенно нету, но такое небольшое уточнение в этом месте имеется. Окей. В общем-то это та самая величина, которую мы обсуждали в прошлый раз, когда я говорил, что количество ридов, картируемых на ген, надо отнормировать на размер библиотеки, ну и может быть на длину гена. Что здесь в этом деле неприятно? Представляете, что у нас есть какое-то количество генов, и вот есть там 4 гена в контроле, которые в контроле экспрессируются довольно низко, после какого-то воздействия их экспрессия очень сильно поднялась. Экспрессия остальных генов не поменялась. В этом случае у нас количество ридов, которые картируются на вот эти гены, которые поменяли экспрессию, увеличилось. Соответственно, увеличилась туда величина R, это общее количество ридов в библиотеке, увеличилось за счет добавления вот этих ридов. В итоге эффективно у нас экспрессия всех остальных генов пойдет немножко вниз. Это может быть в некотором случае проблемой. Но это та проблема, которая есть в такой нормировке на размер библиотеки. Ее надо иметь всегда в виду. Что примерно с ней делать, мы поговорим немножко дальше. Но на самом деле полностью избежать нельзя, потому что деваться некуда, нам всегда придется так или иначе нормировать на размер библиотеки. Это внутренняя проблема любого RNA-seq эксперимента. Ворваться с ним можно путем введения внутренних контролей, но этого никто не делает. Не знаю почему, наверное, потому что на самом деле не очень помогает. Хорошо, кроме RPKM есть еще одна величина, называется FPRM. Ее реально никто не использует, но я на всякий случай скажу. Дело в том, что здесь вот эта R, она отображает, по сути дела, общую массу РНК, которую вы выделили из вашего образца. То есть если ген был очень длинный, транскрипт был длинный, с него пришло больше ридов, соответственно, он больше вложился вот в это R. То есть R это, по сути дела, величина пропорциональная общей массе МРНК. Однако, ну, то есть конституация получается массовая. У вас получается, вы говорите о доле вашей конкретной МРНК в общей МРНК, в смысле граммах на килограмм. Можете подумать, что вас может скорее интересовать молярные концентрации. То есть концентрация, сколько в молях, в штуках молекул, сколько же процентов штук молекул из МРНК, которые есть в образце, сколько процентов из этих молекул, это молекул именно вашей конкретной МРНК. Ну, тогда надо делить не на эту массу, а на сумму количеств всех молекул, которые, в свою очередь, определяются как количество ридов, нормированное на длину гена. В общем, это не очень важно. Мы говорим, как это более правильная величина, потому что, скорее, наверное, количественная, скорее нас интересует концентрация молекул МРНК в виде количества. Но, в общем, никто этим не заморачивается, хотя эту величину предложили, и никто ее не пользуется. Но, тем не менее. Окей. Теперь мы более-менее договорились, что мы можем использовать ТРПКМ или ФПКМ, не важно, как это называть, в качестве оценки экспрессии гена. Что с ней делать дальше? Ну, на прошлом занятии я говорил, что мы можем использовать Т-тест для сравнения двух состояний, больных и здоровых. А что делать, если у нас, например, было три состояния. Ну, не знаю, мы сравнивали здоровых, совсем больных и немножко больных, и считаем, что это решено на разном состоянии. Хотим сделать один тест, который скажет нам верно ли, что экспрессия данного гена значимо отличается между этими состояниями. Что мы можем сделать? Что мы делали в Т-тесте? В Т-тесте мы сравнили вот это вот. Мы можем посмотреть на то, как устроены наши данные. Одна точка — это экспрессия данного гена в одном состоянии, линия — это средняя в данном состоянии, соответственно, у нас два состояния. В Т-тесте мы сравнили вот это расстояние между средними в двух состояниях с дисперсией внутри каждой группы, то есть с суммой квадратов длины вот этих вот стрелочек, которые здесь нарисованы. То есть тот случай, который я говорю, когда у нас есть три состояния, он нарисован здесь. У нас есть три состояния, один и тот же ген, экспрессируется в трех разных состояниях. Как мы можем здесь сделать какой-то аналогичный тест? Мы не можем сделать прямо Т-тест, потому что здесь... То есть мы точно так же можем посчитать дисперсию внутри каждой группы — это не проблема. Это тоже та же самая сумма квадратов длины всех вот этих стрелочек. Но какую длину взять в качестве расстояния между средними? Здесь же три группы. Просто взять расстояние между какими-то двумя группами мы не можем, потому что непонятно, как выбрать две эти группы. Можем подумать, что вот это расстояние, на самом деле, это среднее расстояние между точками в этой и в этой группе. Мы можем сделать то же самое примерно здесь. Мы можем сравнить средний квадрат расстояния между экспрессиями гена между группами, между любыми парами генов, такими, что два гена относятся к другому... Не генов, а образцов. Между любыми парами образцов, так что эти два образца находятся в разной группе. Сравните ее с вариабельностью, оставшейся внутри каждой группы. Это будет называться ANOVA, Analysis of Variance. И как конкретно можем это сделать? Как нам посчитать проще всего вариабельность между вот этими, между тремя группами? Мы можем понять, что у нас есть общая вариабельность. Это просто дисперсия, общая дисперсия всех наших наблюдений. То есть мы не забудем про группы и просто посмотрим, какое расстояние от каждого из наблюдений, то есть это экспрессия генов в данном образце, до среднего. Это будет общая наблюдаемая дисперсия наших данных. Есть остаточная дисперсия, это вот это самое расстояние до средних внутригрупповых. Но если мы вычтем из общей вариабельности вот эту внутреннюю вариабельность, мы получим ту вариабельность, которая соответствует расстояниям между образцами из разных групп. Но это можно сделать напрямую. Здесь даже написан код var, который позволяет это сделать. Но на самом деле var на любых статистических языках есть готовые методы, которые позволяют ему в один шаг сделать аннову. То есть вы ему просто говорите ваше наблюдение, говорите, каким группам, а то есть какие наблюдения, он возвращает pValue, соответствующий тому, насколько значимы отличия между данными группами. Окей. Тут мы сравнили все-навсего три группы, но на самом деле это не единственная ситуация, которая может быть. Что мы на самом деле вообще хотим сделать, когда делаем код-статистический тест? На самом деле мы хотим объяснить каким-то образом наши данные. У нас есть какие-то наблюдения, и мы хотим понять, почему они такие. Что значит объяснить данные? Значит, мы хотим объяснить, почему измерения при разных условиях отличаются друг от друга. Что значит объяснить? Объяснить значит продолжить какую-то модель, которая говорит, почему здесь изменения такие, а здесь другие. Тут у нас была очень простая модель. Мы говорили, что у нас есть три группы, и в каждой группе есть своя средняя. То есть наша модель состоит из просто трех средней для каждой группы. Мы видим, что такая у нас есть модель. Как мы ее… Окей, и что мы делали для того, чтобы понять значимость этой модели? Мы сравнивали ту дисперсию, которую данная модель объясняет. То есть это та самая дисперсия между объектами из разной группы. Сравнили дисперсию, объясняемую данной моделью, с дисперсией, которую модель не объясняет. То есть с остаточной вариабельностью, которая осталась внутри каждой группы. Понимаете, что такой подход можно расширить на более сложной модели. Ну, например, если у нас есть какая-то линейная зависимость, то можно делать ровно то же самое. Ну, в случае линейной зависимости нам нужно сделать какую-то линейную модель. Наверное, мы используем метод наименьших квадратов, и это довольно естественно, потому что мы используем те же самые квадраты расстояний потом для статистического анализа. То есть мы приведем такую вот линию. После этого мы можем измерить остаточную вариабельность наших данных как сумму расстояния от наблюдаемых точек до нашей прямой. То есть мы можем считать общую вариабельность, используя в качестве среднего, просто средняя по всей выборке. Вычти одно из другого мы получим ту вариабельность, которую объяснила наша линейная модель. То есть это можно делать точно такой же тест ANOVA. В данном случае мы используем линейную модель, а потом ANOVA. Опять же, в языке ARF для этой цели есть функции, в данном случае будет две. Первая — это LN, которая делает линейную модель, вторая — это ANOVA, которая делает статистический тест. Окей. Ну, опять же, линейная модель, где у вас была зависимость после какого-то одного фактора, такого-то другого фактора, довольно простой случай. Можно представить себе, что могут быть более сложные ситуации. Ну, например, мы хотим померить зависимость роста детей от пола и возраста. Первое дело, что у мальчиков и девочек может быть разный рост в среднем, ну и все они, и рост детей так или иначе увеличивается с возрастом. То есть мы можем ожидать что-то вот такого, что у мальчика, например, будет рост больше, у девочек меньше в среднем, а кроме того он будет расти и у тех, и у других с возрастом. В этом случае у нас, во-первых, есть… Значит, у нас в модели есть два момента. У нас есть зависимость от пола и есть зависимость от возраста. Мы должны их оба учесть. Соответственно, ну, то есть линейная модель может сделать точно так же. У нас будет просто несколько факторов, и наша зависимость будет состоять просто из суммы двух элементов. Во-первых, это зависимость от возраста, потому что некоторые коэффициенты являются параметром модели. А во-вторых, это некоторый конкретный… Это она фиксированная величина, которая соответствует полу. Значит, если… Можем считать… Можем считать, например, что если у нас девочка, то эта величина равна нулю, а в том случае, если это мальчик, то нам надо добавить какую-то фиксированную величину, которая также является параметром модели. Ну, на самом деле, модель может быть встроена по-разному. Может быть так, что какая-то величина, которую надо добавить, если это мальчик, а вычислить, если девочка, это не очень важно. Это зависит от конкретной функции, которую вы будете использовать. Окей, для того, чтобы построить такую модель, опять же, может быть пользоваться функцией lm, и чтобы ее записать, используется стандартный синтексис, который выглядит таким образом. Значит, с ним вам стоит познакомиться, потому что он будет использоваться и в том случае, когда вы будете сдавать модели для анализа дифференциальной экспрессии. Мы говорим, что наша величина, которую мы хотим предсказать, в данном случае это рост, в нашем случае с экспрессией генов это будет экспрессия генов. Зависит, tilde означает зависимость, она выделяет response variable, то есть то, что мы измеряем от предикторов, от того, чем мы хотим объяснить наши данные. Зависит от двух факторов, x и f, видимо, в нашем случае должен быть возраст и пол. Плюс означает то, что мы используем, то, что эти два фактора просто используются независимо друг от друга. Независимое изменение, связанное с полом, независимое, связанное с возрастом. Хорошо, это, да, и после этого можно точно так же поменять анову и в данном случае у нас на самом деле есть несколько моделей. Есть модель, которая будет содержать только возраст, есть модель, которая будет содержать оба фактора. И для каждого из них в отдельности мы можем понять, узнать, насколько этот фактор хорошо объясняет наши данные. То есть для каждого из них в отдельности мы можем сказать, насколько его вклад значим для объяснения наших данных, для конкретно данного случая, для конкретно данного гена. То есть, в результате такого теста мы получим 2 пиволи. Это существенно для каждого фактора. Окей, это один пример. Почему мы можем представить себе ситуацию, что на самом деле между факторами есть какая-то зависимость? Можно представить себе, что мальчики растут быстрее, чем девочки, соответственно, наклон от этих прямых, связывающих рост с возрастом, будет разный для двух разных полов. То есть в этом случае у нас на самом деле добавляется третий фактор, потому что у нас есть некоторая средняя зависимость от возраста, есть сдвиг этих двух кривых двух относительно друга в зависимости от пола, есть еще изменение наклона, также связанное с полом. Этот третий фактор означает взаимодействие двух факторов, и для его значения используется знак двоеточия в записи формул. Здесь модель будет выглядеть таким вот образом. У нас будет возраст, пол и их взаимодействие. И когда мы построим линейные модели, сделаем анову, мы получим 3 пиволи для каждого из трех факторов. Так, ну и еще несколько вещей про то, как, собственно, встроена формула. Я уже более-менее сказал славя, сейчас на всех случаях повторю, потому что это вам нужно будет для домашнего задания. Формула состоит из двух частей. Тильда разделяет response variable, ту величину, которую вы измерили в эксперименте, в нашем случае это экспрессия генов. И, собственно, ваша модель. Ну и конкретно в том методе, который мы будем использовать для домашнего задания, это место response будет оставить пустым, но это не очень важно. У вас будут примеры, где показано, как это сделать. Окей, сама модель состоит из суммы групп факторов. Сумма значит то, что эти группы факторов будут использоваться в модели независимо, просто аддитивно. В группе факторы разделены двоеточием, соответственно, это означает их взаимодействие. Есть также некоторые сокращения, которые позволяют записывать формулу короче. Например, если мы говорим а умножить на b, означает то, что наша модель должна состоять из фактора а, фактора b, и, пардон, здесь должно быть не умножить, а двоеточие, их взаимодействие. То есть вот эту вот формулу можно написать просто как x умножить на f, это будет то же самое, что написано здесь. Ну, здесь еще есть некоторые полезные вещи о том, как можно модифицировать модель, но это вам все не нужно, поэтому, ну, если вам когда-то понадобится для своих личных целей, вы можете по это почитать. Окей. Теперь представим себе такую гипотетическую ситуацию, что мы хотим проверить ту же самую зависимость, зависимость возраста от, роста от пола и возраста, ну, например, для старых людей, они у нас будут с возрастом уменьшаться в росте, ну, не знаю, происходит ли это на самом деле, но мы не представляем нашим гипотетическим примером, что это происходит. Мы взяли не это количество людей, опросили у них пол, возраст и измерили рост. Ну, и получили вот такую зависимость. На каждой точке здесь один человек, это возраст, это рост. Ну, видно, что чем… да, немножко не в том порядке, ну, неважно, в общем, видно, что чем больше, чем меньше, чем больше возраст, тем меньше рост. А разным цветом означено два разных пола. Соответственно, черный – это женщина, красный – это мужчина. И здесь сразу, ну, что сразу видно? Видно, что есть зависимость между возрастом и полом. Это как бы хорошо, и мы это ожидаем. Возрастом и ростом – это хорошо, это то, что мы хотели измерить. Но есть еще одна небольшая проблема. Дело в том, что у нас есть зависимость между полом и возрастом. Ну, то есть… Да, во-первых, мы хотим выяснить, как зависит от разных факторов, как разных факторов зависит рост. У нас есть зависимость роста от возраста, и кроме того, видимо, есть зависимость роста от пола, ну, можно считать, что женщина ниже. Но кроме того, есть еще одна трудность. Дело в том, что когда мы делали нашу выборку, у нас так получилось, что средний возраст женщин был в среднем больше, но это, видимо, связано с тем, что женщины живут дольше. Это очень довольно естественно. И когда мы выбирали, мы об этом не подумали, у нас получилось так, что женщины в среднем больше, старше, чем мужчины. К чему это приведет? То есть что у нас получилось? У нас получилось, что оба факторы, чье влияние на возраст, на рост мы хотим изучать, а именно пол и возраст, они связаны друг с другом, как показано вот здесь. К чему это приведет? Приведет в том, что если мы поместим в нашу модель факторы в таком порядке, то есть сперва у нас будет идти возраст, ну, именно тот фактор, который мы думаем больше всего связан с ростом. Это гипотетический пример, на всякий случай повторюсь. А потом уже добавим топол, то у нас получится, что значимым будет только фактор возраст. Ну, что если мы здесь нарисуем линейную зависимость между возрастом и ростом, то, в общем, видно, что больше никакой вариабельности уже не останется. А пол не будет влиять никаким образом на рост. Что может быть, в общем, там нормально и так и должно быть, но проблема в том, что если мы поставим факторы наоборот, и первым фактором будет идти пол, то мы сперва попробуем объяснить наши данные при помощи отличий в поле. То оказывается, что поскольку женщина в среднем старше, и, соответственно, они ниже, то можно сказать то, что пол тоже объясняет отличия в росте. Оба фактора окажутся значимыми. Вот это некоторая трудность, потому что, ну, если вы будете тестировать много генов, вы не можете, даже не важно, сколько генов вы не тестироваете, важно то, что при использовании генов вам придется решать, в каком порядке вам ставить факторы в вашу модель. И на это нам будет обращать внимание. Конкретно, то есть как по-нормальному решать эту ситуацию? По-хорошему, нам надо было решать, что на стадии сбора образцов. Нам нужно было обращать внимание на то, что два ваших предиктора, две величины, которыми вы хотите объяснять ваши данные, в данном случае пол и возраст, они оказались коррелированы. Соответственно, по идее, из этой выборки надо выкинуть те образцы, выкинуть каким-то образом часть образцов, таким образом, чтобы распределение возрастов для обоих полов было примерно одинаковым. Тогда два фактора становятся независимыми, и порядок положения в модели больше значения иметь не будет. Но на данной стадии, не выкидывая образцов, решить задачу хорошо нельзя. Консервативный способ стоит в том, что тот фактор, который для вас наиболее важен в данном случае, то есть если вы хотите говорить в первую очередь о зависимости роста от возраста, в этом случае тот фактор, который вас больше интересует, то есть возраст, должен идти последним. И наоборот, если вы хотите говорить о поле, то он должен идти последним. Соответственно, получше зависимости от пола нет, а зависимости от возраста есть, что, в общем, консервативный подход. Возможно, на самом деле зависимость от пола и есть, но конкретно в таком дизайне обоснованно ее подтвердить вы не сможете. В общем, это о том, что нужно понимать, что в линейных моделях, если два фактора коррелированы друг с другом хоть сколько-нибудь, а это почти всегда для любых количественных величин, то порядок их положения в модели важен. И консервативный подход состоит в том, чтобы ставить тот фактор, который вы в данный момент интересуетесь, в последнее место. Да, ну, ладно, потом скажу лучше. Окей. Так, опять же, на прошлом занятии я говорил, что… Да, то, что я сейчас говорил, касалось… Значит, я говорил про линейные модели и про т-тест. Все эти тесты, они хорошо применяются для данных, которые распределены нормально. Но на прошлом занятии я говорил, что наши данные в целом вообще не совсем нормальные, потому что скорее нам надо говорить о количестве ридов, то есть о штуках, которые, ну, совсем ни в коем смысле ненормальные, хотя потому что они бывают только от нуля до бесконечности, и плюс они дискретные. Поэтому нам нужно использовать какие-то другие распределения, и значит, линейные модели и оно для нас как бы неприменимы. Ну, люди об этом уже подумали и придумали для цели вместо линейных моделей обобщенные линейные модели, которые позволяют… которые могут быть использованы более-менее с любыми распределениями. Я не буду вдаваться в подробности, но коротко объясню, в чем отличие. В случае линейных моделей процесс построения модели, то есть нахождение параметров этой модели, делался при помощи методов наименьших квадратов. В случае обобщенных линейных моделей делается нечто похожее, только используется место от максимизации правдоподобия. То есть ищутся такие параметры распределения, которые делают вероятность наблюдения наших наблюдений максимальной. Ну, по сути дела, это национально в какой-то степени похоже, даже похоже на метод наименьших квадратов. Раньше в линейной модели мы использовали разницу сумм квадратов, то есть то, что называется variance, для статистического теста внутри анолы. Соответственно, по аналогии, в обобщенных линейных моделях мы будем использовать правдоподобие, ну не само правдоподобие, а на самом деле логарифм правдоподобия, ну а разница логарифм правдоподобия, это то же самое, что логарифм правдоподобия отношений. То есть мы будем использовать в случае линейных моделей Анова мы сравнивали остаточную вариабельность и вариабельность, объясненную нашей модели, а здесь мы будем говорить о правдоподобии нашей модели и следующей модели. Можно сказать, что правдоподобие, можно сравнить вариабельность нашей модели и вариабельность полной модели, то есть максимальной, которую мы только можем придумать. Соответственно, примерно то же самое. То же самое. Мы просто заменяем variance на dements и получаем… Заменяя variance на dements, мы получаем из линейных моделей вообще на линейные модели, а вместо ANOVA мы получаем тест на local, local и hood. В случае, если мы будем работать в VART, фактически у нас вообще ничего не изменится. Мы просто добавим букву G в название функции GLM. Вместо LM будем использовать GLM. И тест, который мы будем использовать, будет называться точно так же, тоже ANOVA, потому что разность логарифмов в протоподобии распределена в случае нулевой модели по хи-квадрату. Технически фактически то же самое, просто мы переходим к другим распределениям. На самом деле, если посмотреть на ток работы этой обобщенной линейной модели в случае нормального распределения, то можно увидеть, что логарифм от протоподобия — это примерно та же самая сумма квадратов от ланей. Поэтому аналогия довольно близкая. Окей, одна важная вещь, которую надо знать про обобщенные модели — это называется link function. Как вы, надеюсь, поняли или помните, в линейных моделях мы предсказываем нашу response variable, нашу измеряемую величину, на самом деле не ее, а параметр распределения. В случае линейных моделей мы считаем, что наша измеряемая величина распределена нормальной, и наша линейная модель предсказывает параметр этого распределения, то есть среднее. Предсказывает это самое среднее распределение нашего response variable как линейную комбинацию факторов. Линейная комбинация любых факторов может принимать, произвольный фактор, может принимать в целом, в общем случае, значение от минус бесконечности до плюс бесконечности. В случае, если мы используем какое-то дискретное распределение, например, распределение полосона, то параметры распределения, ну да, как мы будем использовать распределение полосона? Например, если мы будем говорить про экспрессию генов в смысле количества ридов. Количество ридов, которые картируются на данный ген, я сейчас не скажу почему, скорее всего, ну очень качественно естественно моделирую при помощи распределения полосона. У распределения полосона есть его средняя, лямбда, это величина, которая может быть только от 0 до плюс бесконечности. Вникальная проблема, состоящая в том, что мы не можем моделировать среднее распределение полосона при помощи линейной комбинации факторов, потому что средняя полосона бывает только от 0 до плюс бесконечности, а линейная комбинация факторов может быть от минус до плюс бесконечности. Мы можем получить полную бессмысленность, абсурд. Еще хуже ситуация будет, если мы будем моделировать не распределение полосона, а биномиальное распределение. Например, если мы будем изучать, как меняется предпочтение людей к чаю или кофе в зависимости от времени суток. Тогда нам придется моделировать параметр биномиального распределения, то есть величину, которая от нуля до единицы. Мы не можем сказать, что она равна линейной комбинации каких-то факторов, потому что линейная комбинация факторов определенна в гораздо более широком диапазоне. Может быть равна отрицательной величине. Для того, чтобы эту проблему решить, используется называется link function. Это функция, которая отображает все действительные числа от минус бесконечности до плюс бесконечности в зону, которая приемлема для данного распределения. В случае распределения полосона это от нуля до бесконечности. Мы можем просто взять экспоненту от данной величины, потому что экспонент определен от нуля до бесконечности. Для биномиального распределения это будет логистическая функция, которая отобразит, ну вот здесь она нарисована, здесь она написана, которая отображает все действительные числа в диапазон от нуля до единицы. Почему это важно знать? Дело в том, что если мы сделаем линейную модель, как я показывал выше, в зависимости роста от возраста, то мы, сделав эту модель и нарисовав эту зависимость на графике, получим прямую линию. А если мы используем обобщенные линейные модели для, например, как я уже говорил, оценки вероятности предпочтения чая или кофе людьми в зависимости от времени суток, и потом нарисуем такую зависимость, она будет, хотя модель как бы типа линейная, она будет на самом деле не линейная, она будет иметь вот такую форму, ну или какую-то прям такую форму. Это связано именно с тем, что от изначальной линейной функции берется какая-то линфаншн для того, чтобы перейти в правильный диапазон. То есть в случае использования обобщенных линейных моделей вы можете получить нелинейную, на самом деле зависимость вашего измерения от предикторов. Но на самом деле она будет не просто не линейная, она будет в целом определенной форме в зависимости от той линфаншн, которая использовалась. Не надо этому пугаться. Окей, как использовать все эти вещи для анализа дифференциальной экспрессии? Так, я уже говорил, экспрессию генов мы можем оценивать по количеству ридов, которые картируются на данный ген. Мы можем, наиболее простой способ представить себе, как распределено количество ридов, которые картируются на данный ген при нулевом случае, это распределение полосов. Почему так? Потому что мы можем считать, что когда мы получаем риды, картируемые на данный ген, что мы на самом деле делаем? Мы берем нашу пробирку с МРНК, суем туда руку, вынимаем случайный рид, ну и с какой-то вероятностью, что этот рид будет либо с нашего гена, либо не из нашего гена. Ну это на самом деле похоже больше на биномиальные испытания, но поскольку у нас вероятность того, что мы достанем рид именно из нашего гена, очень низкая, то по сути дела это полосовное воспределение, в общем, большой разницы не будет. Поэтому мы можем думать об этом именно так. Мы считаем, что когда мы секвенируем, мы просто таким образом случайно достаем риды. Окей, что у нас есть на самом деле? На самом деле, если мы хотим измерить экспрессию для больных и здоровых людей, например, для больных и здоровых людей, будет считать, что у нас два условия, что есть на самом деле? На самом деле у нас есть такая ситуация, что экспрессия данного гена, она не одинакова у всех здоровых людей или у всех больных. Она распределена в свою очередь каким-то способом, например, так, как она рисована вот здесь. То есть будем считать, что красные, это у нас будет здоровые, и если мы возьмем много-много-много здоровых людей, измерим их экспрессию данного гена, то примерно такое распределение мы получим. Для больных оно будет синенькое, примерно такое. Когда мы секвенируем сколько-то здоровых людей, то мы выбираем отсюда случайно одного человека, выделяем из него РНК, дальше делаем то самое секвенирование, берем, суем руку в пробирку, вынимаем случайно рид и получаем какое-то количество ридов, которые нарисованы здесь при помощи гистограммы. Это буквально как-то получится, если мы случайно выберем какого-то человека из вот этого распределения, случайно в соответствии с этим распределением, а потом случайно оттуда выберем какое-то количество ридов в соответствии с полосонским распределением. Теперь если мы возьмем и используем вот эту вот гистограмму, посчитаем, возьмем ее среднее и построим распределение полосона с этим средним, получим такую красную линию. Видно, что, ну и синим мы сделаем, может сделать то же самое, видно, что эти красные линии и синие линии, они уже, чем то реальное распределение, которое мы наблюдаем. Почему так получилось? Дело в том, что, я говорил, распределение полосона, это такая ситуация, когда мы берем банку с ридами и случайно суем-то руку, и случайно вынимаем один рид, который либо попал на наш ген, либо не попал. Чем отличаются у нас в этом случае два разных здоровых человека? Сами не отличаются ничем, мы должны засовывать руку в одну и ту же самую банку. Но мы знаем, что люди отличаются рука от рук, хотя потому что у них разный геном. Но даже если мы возьмем чистую линию мышей, то со мной они будут немножко разные, потому что у них была немножко разная персональная история. Как бы мы ни старались выросить двух животных совершенно одинаково, они с вами будут немножко отличаться. Поэтому экспрессия одного и того же гена, даже абсолютно идентичных генетических животных, вылеченных в сотенном месте, будет всегда иметь какую-то дисперсию, с вами будет немножко отличаться. То есть мы не можем добиться такой ситуации, чтобы у них была полностью идентичная концентрация всех генов. Соответственно, выяснилось, что у нас всегда наша дисперсия будет немножко шире. Та ширина распределения, которая у нас получается по полосон, она соответствует суперидеальной ситуации, когда все животные данного класса, все здоровые люди полностью идентичны абсолютно. Такое невозможно. Люди и мыши, любые биологические объекты немножко варьируют. Но реально мы будем видеть немножко более широкое распределение. И это не такая проблема, связанная с тем, что мы хотели бы моделировать наши данные при помощи распределения полосона, но на деле мы видим более широкие данные. И на самом деле при помощи полосона мы не можем получить такое широкое распределение, просто потому что у распределения Паусона есть ровно один параметр. Это средний, он же дисперсия. Сегодня нет второго параметра, отвечающего ширине. Если бы это было нормальное распределение, то было бы все довольно легко, потому что у нормального распределения есть два параметра. Это средний и дисперсия. И мы можем делать нормальное распределение, как сколько угодно, широким. А распределение Паусона, которое нам вначале показалось таким удачным для анализа дифференциальной экспрессии, оно обладает этим недостатком. У него нет дисперсионного параметра. Его ширина строго связана со средним. Хорошо, это некоторая трудность, но на самом деле можно преодолеть, используя какое-то другое распределение, которое похоже на распределение Плассона, но при этом имеет дисперсионный параметр. Таким распределением, например, является негативно-биномиальное распределение. Я не буду рассказывать, что это такое. Важно то, что у него не один параметр А2, одно среднее, другое дисперсия. Здесь нарисовано много-много распределений негативно-биномиальных распределений с одним и тем же средним и с разным дисперсионным параметром. Чем меньше дисперсионный параметр, тем больше дисперсия. Когда дисперсионный параметр равен бесконечности, то негативно-беномиальное распределение примерно сходится к полосону. Полосонное распределение здесь нарисовано с жирной и зеленой линией, и негативно-беномиальное распределение нарисовано от красного до зеленого с возрастанием дисперсионного параметра. Видно, что первое, что негативно-беномиальное распределение с низким дисперсионным параметром, они очень широкие, они даже не всегда имеют пик, потом у них есть пик, но они все равно очень широкие. А по мере роста дисперсионного параметра они приближаются к паусоновскому. В общем-то это такое расширение паусоновского распределения, которое позволяет потом моделировать биологическую вариабельность, то есть отличие между различными образцами. Это важно, потому что если мы недооцениваем вариабельность между образцами, то мы будем слишком часто детектировать значимые отличия. Но это понятно, как в соответствии с тем, что мы будем делать т-тест, считая, что дисперсия внутри круг всегда очень маленькая. Мы будем получать чаще значимые значения, чем мы должны делать на самом деле. В соответствии с негативно-беномиальное распределение позволяет решить эту проблему, и большинство методов, которые используют каунтовые статистики для дифференциальной экспрессии, они используют именно негативно-беномиальное распределение с обобщенными линейными моделями. Еще один подход называется квази-правдоподобие. Ну, опять же, вдаваться подробностей не буду. Идея примерно в том, что в Анове мы сравнивали объясненную вариабельность с остаточной вариабельностью. То есть с тем, что осталось после того, как мы добавили нашу модель. Можно сделать что-то похожее в обобщенных линейных моделях. Можно взять остаточную, в данном случае, невариабельность, а остаточный девианс и использовать его тоже каким-то образом для того, чтобы отшкалировать объясненную вариабельность. Ну, это работает примерно таким образом. Важно то, что это просто более-менее другой подход. И в той же функции GLM, VAR, вы можете использовать вместо полосона квази-полосон, который позволяет определить фиктивный дисперсионный параметр для полосона и использовать его потом для оценки дисперсии. Это, в общем, синемичный подход. Не дисперсия, а оценки значимости. Это синемичный подход к использованию негативно-беномиального распределения. Что значит ашкодировать вариабельность? Это ничего не значит. То есть я просто сказал, что это как бы аналогия. Просто проблема встает в том, что есть биологическая вариабельность, которая не вписывается в полосонское распределение. Бороться с этим можно либо заменив распределение на негативно-беномиальное и оценивать дисперсионный параметр этого распределения из данных, либо введя некоторый поправочный коэффициент, на который будет поделена потом дисперсия перед х квадрат тестом. Не дисперсия, а отношение лог-правдоподобия на самом деле. Не отношение, а лог-правдоподобия. Логарифм от отношения правдоподобия. Так работает квази-правдоподобие. Просто эта функция, эта возможность есть в основных функцияхарп, потому что на самом деле негативно-беномиальное распределение использовать GLM не так легко, там есть какие-то трудности, и в стандартных библиотекахар нет такой возможности. Поэтому если вам нужно будет делать что-то с самим, то просто так использовать негативно-беномиальное распределение вы не сможете. Такая возможность есть в существующих пакетах, а самостоятельно это сделать сложно. В этом случае квази-пасоновское распределение будет нормальной, приемлемой заменой. Хорошо, мы поговорили про статистику, которую можно использовать для анализа дифференциальной экспрессии. Теперь вернемся к тому вопросу, который был в самом начале лекции, касался того, что для того, чтобы получить величину пропорциональную экспрессии гена, нам нужно было поделить количество ридов, картирующихся на данный ген, на общий размер библиотеки. Можно подумать, что этот вопрос теперь не имеет никакого значения, мы же решили ничего не делить, а использовать непосредственно сами риды. Но это не совсем верно. Понятное дело, что вот эту нашу обобщенную линейную модель, которую мы будем использовать для того, чтобы моделировать количество ридов, на самом деле надо каким-то образом засунуть информацию о размере библиотеки, потому что если мы этого не сделаем, то просто все гены, если мы будем сравнивать два образца, два образца, и один из них отсеквенирован с большей глубиной, то у нас просто получится, что все гены во втором образце отсеквенирован с большей глубиной, имеют двое большую экспрессию. В случае, если бы мы хотели использовать нормальное распределение, мы просто поделили бы на размер библиотеки, как я говорил вначале, и забыли бы о отличиях глубины отсеквенирования. В случае статистик, связанных с количеством ридов, то есть с дискретными статистиками, нам придется добавлять размер библиотеки в нашу обобщенную модель. Смотрим, говорим, что количество ридов, картируемых на данный ген, зависит, во-первых, от размера библиотеки, во-вторых, от длины гена, и в-третьих, уже после всего этого, оно будет зависеть от состояния, то есть от того, больной это человек или здоровый. Первый фактор реснически нас не интересует, а последний фактор тот, который нас будет интересовать. Вот этот размер библиотеки, это, я опять же говорил в самом начале, то, что я сказал для того, чтобы объяснить, что даже если мы работаем с каунтовыми распределениями, то есть с дискретными распределениями, нам все равно нужно знать размер библиотеки, и все равно нужно в какой-то степени как бы на него там нормировать. Окей, в том начале лекции я говорил, что размер библиотеки, с ним есть некто трудно, связанное с тем, что когда мы на него делим, то на самом деле мы делим пост на сумму ридов, которые картируются на все гены. Если у нас небольшое количество генов, количество ридов, картируемых на небольшое количество генов, резко меняется, то это придет к тому, что отнормируемые величины экспрессии для остальных генов могут тоже измениться, поскольку мы делим каунтов для одного гена на сумму каунтов для всех остальных генов. Ну, как ответы это работают? Представьте себе, что у нас есть два образца, красный и серый. Здесь просто показано распределение логарифмов от количества ридов, картируемых на данный ген, то есть распределение генов по логарифму количества ридов. И вот важно увидеть то, что у красной коревой, здесь есть небольшой горбик, здесь находится буквально несколько десятков, может быть, генов с очень высокой экспрессией. Поскольку это логарифмическая шкала, то количество ридов, которые на них картируются, ну, на сколько-то порядков, на 8 порядков больше, может, на 6 порядков больше, чем в среднем. Это значит, что когда мы просуммируем, когда мы просто просуммируем все риды, которые картировались на какой-то ген, то, по сути дела, эта сумма будет просто суммой вот этих вот 30 генов, а остальные гены вложатся в эту сумму очень мало, потому что они, в любом случае, их, ну, их там может даже тысяча, но их экспрессия существенно ниже. В итоге, если мы просто поделим, отнормируем на размер библиотеки, то есть на сумму ридов, которые картируются хоть на один ген, то у нас получится, наверное, вот такая картина. То есть эти два распределения, они даже примерно не совместятся. Потому что большинство генов в красном распределении будет экспрессироваться ниже, чем в сером распределении, просто из-за того, что в основном мы использовали для выравнивания этих двух распределений вот эту маленькую фракцию генов. Ну, можно сказать вопрос, почему, собственно, мы используем только их. Ну, так получается, если мы нормируем размер библиотеки. Можно делать как-нибудь по-другому. Можно, например, взять не несколько самых экспрессирующихся генов, как реально получается в том случае, когда мы делим на среднее. А можно, например, сказать, что у этих двух распределений должны совпасть, не знаю, сумма, должны совпасть квартили. Тогда это будет нормализация по квартилям, как показано здесь. Тринус, что это, в принципе, выглядит немножко лучше, пока эти два распределения стали более похожи. Зачем, почему мы к ним сделали, чтобы они были более похожи? Поскольку сравнивать экспрессии генов в двух разных состояниях, когда распределение этих экспрессий сильно разное, сравнивать величины из двух совершенно разных распределений. Довольно странная затея. Нам хочется, чтобы распределения были примерно одинаковые. Видно, что важно то, что при нормировке на размер библиотеки распределения одинаковыми не становятся. То есть надо сделать что-то еще. Значит, один подход говорит, что окей, давайте будем смотреть не на сумму всех видов, которые может в некоторых случаях зависеть от небольшого количества высоко экспрессирующихся генов, а будем нормировать по, например, верхней квартире. Ну, может возникнуть вопрос, почему, собственно, ровно по верхней квартире. Можно попробовать использовать каким-то образом все гены. Ну, одним из вариантов нормировки, такой более общей является нормировка, называется РЛЕ. Идея, по-моему, достаточно простая. Мы можем взять все гены для… Вы считаете, что у нас есть два образца. Можно взять все гены, для каждого из генов посчитать отношение экспрессий между первым и вторым образцом, потом взять медиану этого отношения и использовать ее для нормировки. То есть сделать так, чтобы после нормировки эта медиана была равна единице. В принципе, этот метод довольно легко обобщается на любое количество образцов и приведет к тому, что два распределения будут сделаны, сдвинуты друг к другу на друга так, чтобы примерно количество апрегулируемых генов и даунрегулируемых генов, то есть генов, которые экспрессируются в одном образце больше, чем в другом, или наоборот, будут примерно одинаковым. Почему? Какая идея за этим стоит? Ну, в самом деле, самая простая идея стоит в том, что если мы считаем, что между двумя разными образцами лишь небольшое количество генов меняет экспрессию, то примерно так и будет, потому что, ну, если у нас там 10 тысяч генов, из них 200 генов меняют экспрессию, даже если они все апрегулируются в одном из двух образцов. Это неважно, поскольку все остальные, ну, почти все 10 тысяч генов, экспрессию не меняют, значит, они будут случайно распределены где-то около нуля. То есть примерно половина будет идти вверх, половина идти вниз. Когда мы делаем такую нормировку, которая фактически фиксирует, что у нас одинаковое количество генов идет сверху, одинаковое количество генов идет вниз, то мы будем в основном опираться на гены, которые экспрессию не меняют, поскольку их большинство, их там 95%. И в этом случае такая нормировка будет естественной, будет хорошо работать, и будет спасать нас от каких-то странных проблемных генов, которые почему-то вот очень сильно экспрессируются, и которым мы, может быть, мы и будем, может, мы не хотим им доверять, но, по крайней мере, это подозрительно, что всю нашу нормировку мы основываем на небольшой фракции генов. Важно, что это будет работать хорошо только в том случае, если количество генов, которые значимо меняются между двумя условиями, мало, или если мы считаем, что гены между двумя данными условиями, их экспрессия меняется вверх и вниз в равной пропорции. Ну, еще одна нормировка называется TMM. Она, по сути дела, похожа на данную нормировку, но просто предложена другая группа примерно одновременно. Но я не буду для вас подробно, здесь по всей вероятности в их формуле ошибка, потому что я не очень понимаю, зачем делить логарифм на логарифм. Идея в том, что там берется медиана отношения, а тут берется среднее отношение, но для того, что поскольку среднее не очень устойчиво к выбросам, то сперва обрезаются края от распределения. Ну, в общем, в остальном все примерно то же самое. Ну и если вернуться к тому примеру, на который я начал, вот этого примера, то на самом деле в этом случае, скорее всего, дело было в том, что большинство генов действительно даунрегулируется. То есть конкретно в данном случае, я думаю, это было, скорее всего, именно так. И лишь немножко генов апрегулируется. То есть на самом деле номеровка типа RLE или TMM в данном случае работала бы неправильно, потому что то предположение, что большинство генов либо не меняют в экспрессии, либо меняют в обе стороны одинаково, здесь не работает. Но такое на самом деле случается не очень часто. То есть если то воздействие или те отличия, которые вы хотите изучить в данной работе, не очень велики, то, скорее всего, количество генов, которые будут менять экспрессию, будет не очень большое и, скорее всего, будет правильным применять какую-нибудь из этих нормировок. Однако надо быть осторожным. В том случае, если вы получаете рак или какие-то очень резкие изменения, то есть в данном случае это было, например, фактическое голодание для бактерий. Видимо, это для него был довольно серьезный стресс, который пройдет к тому, что экспрессионная программа менялась полностью. То есть гены экспрессируются совершенно не так, пока бактерия росла нормально. Такие сильные стрессы, скорее всего, могут пройти с сильным перспективным перестройкам, и никакие нормировки работать не будут. И в этом случае, на самом деле, лучшее, что вы можете сделать, это отнормировать постный размер библиотеки, но всерьез делать дифференциальный экспрессионный анализ в данном случае сложным, потому что вы будете сравнивать два образца, которые друг на друга вообще ничего не похожи, вы даже не знаете, как бы за что зацепиться. То есть в таких случаях надо быть предельно осторожным. Если у вас действительно те две группы, которые вы сравните, не похожи друг на друга вообще, то нормальный тест на дифференциальную экспрессию в данном случае придумать сложно. И это действительно не очень… Ну, это реально проблема. Как такие случаи от вам? Ну, примерно… На самом деле, примерно таким образом вы просто делаете тесты, смотрите, сколько генов оказываются значимыми. То есть можно сделать тест при… Можно отнормировать пост на размер библиотеки, посмотреть, сколько генов будет значимым, и верно ли, что их не очень много, и верно ли, что они меняются в одну и ту же сторону. Если после этого сделать какую-то нормировку типа TMM и RLE, если количество… Ну, то есть если у вас и при нормировке на размер библиотеки количество генов было небольшим, то все вообще более-менее нормально. На самом деле стоит сделать нормировку, чтобы быть уверенным, что все будет хорошо. Если у вас генов было много, но после нормировки количество значимых генов стало небольшим, то, наверное, тоже все более-менее окей. Но если после нумировки количество значимых генов снова по-прежнему очень велико, то, скорее всего, ничего хорошего, то есть, скорее всего, есть какая-то проблема. Это одна вещь. То есть, если у вас после нумировки по-прежнему 55 или 60%, 90% генов значимые меняют экспрессию, это значит то, что условия, которые были необходимы для того, чтобы нумировка работала нормально, не выполнены. То есть, большинство генов меняют экспрессию. Это первая вещь. Вторая вещь, мы можем просто посмотреть на те коэффициенты, которые выдает сама процедура нумировки. На самом деле, что именно выдает вот это RLE или TMM? Она выдает просто коэффициенты, на которые надо домножить размер библиотеки для того, чтобы этот размер библиотеки стал более правильным. Есть настоящий размер библиотеки, а этот пациент его как бы поправляет, получается такой эффективный размер библиотеки, более правильный. Можешь понять на эти коэффициенты, к чему они, собственно, равны. Если эти коэффициенты равны единице, то значит то, что, ну, собственно, значит, что никакой разницы от того, сделали вы нумировку или нет, не будет. Потому что, умножаясь на что-то около единицы, ничего не меняется. Вот. Если эти коэффициенты сильно отличаются от единицы, то, ну, стоит обратить на это внимание. Соответственно, если у вас… То есть, если они сильно отличаются от единицы в одном образце, значит, они в другом образце будут отличаться от единицы в обратную сторону. То есть если максимальное отношение нормировочных коэффициентов порядка двух, например, ну, это значит то, что зависит от того, применяете вы нормировку или нет, результаты могут меняться в два раза. То есть с нормировкой ген будет активироваться в два раза, а без нормировки он вообще не будет активироваться или будет активироваться в четыре раза. То есть соответствующим образом можно ставить потом пороги на амплитуду изменений. И если коэффициент близок кильмит, то просто отсюда это то же самое. Если коэффициенты близки к единице, значит то, что нормировку можно и не делать, потому что она ничего не меняет. Ну или можно сделать после опущей аккуратности. Если коэффициенты сильно отличаются от единицы, то надо смотреть в чем дело. Все это в любом случае подозрительно. И применять или не применять нормировку, в том случае если коэффициенты сильно отличаются от единицы, типа в одном рц 0,2, в другом там соответственно 10, ну это уже вопрос такой спорный, потому что... То есть в этом случае применение или не применение нормировки поводит настолько радикальным изменениям в результатах. То есть те гены, которые в одном случае значимо апрегулируются, после нормировки могут значимо даун регулироваться. Это серьезно, не очевидно, что делать. Надо смотреть внимательно на данные и пытаться понять, почему так получилось. С самого начала есть какая-то фракция МРНК. Самый простой случай это рибосомальная РНК, которая в одном образце очень много, а в другом очень мало. Может, надо выкинуть часть генов, которые ведут таким перекосом. В общем, на самом деле основное, что надо делать с этими нормировками, не только их использовать, а смотреть на те коэффициенты, которые они выдают. Если они сильно отличаются от единицы, то это подозрительно. Это первое, что подозрительно. Второе, что подозрительно, это если у вас значимых генов получилось сильно больше, ну не просто ожидаем, больше 40%. То есть можно сказать, что их больше, чем незначимых. Тогда нормировка в любом случае работает плохо. Окей, я сказал, что если больше 50%, то это точно подозрительно. Не подозрительно, это точно значит, что нормировку использовать надо с большой осторожностью. Но если даже просто больше 10%, то уже достаточно много, и надо думать о том, что впоследствии того, что применение нормировки могут быть не совсем корректным. Окей. Здесь я просто показываю пример того случая, когда нормировка, видимо, неприменима, и принять ее не надо. Когда мы ее не применили, и вроде бы ревьюер с этим согласился. Поэтому, по-моему, не понял, в чем дело. Хорошо. Как работает реальная нормировка на нормальных данных, на которых нет таких приколов, что большая часть генов даунрегулируется, только несколько не даунрегулируется. Вот здесь просто показан пример того, как это работает. Это сырые данные, просто логарифм от количества ридов. Ну, мы можем их все полностью при помощи квантильной нормировки превратить в одну кривую, но так никто не делает обычно в RNSECO. Используются различные другие нормировки. Если мы просто поделим на размер библиотеки, то мы получим вот такой набор кривых. Каждая кривая — это один образец. Видно, что они по-прежнему достаточно широкие, достаточно широкие, достаточно сильно отличаются друг от друга. То есть куча кривых, одни с ним не идеально совпадают друг с другом. Но если мы используем любую из трех других нормировок, про которые я рассказывал, квартильная нормировка, RLE или TMM, то видно, что кривые совпадают друг с другом настолько хорошо, насколько можно. То есть по всей вероятности можно сказать, что это примерно одинаковое распределение, и их можно более-менее пытаться сравнивать друг между другом. Собственно, все эти три распределения, все эти три метода нормировки, которые, например, в данном случае работают примерно одинаково и дают один тоже результат. Но мне лично больше нравится RLE, хотя большого разницы, я думаю, нет. Так, окей. Теперь мы обсудим непосредственно те методы, которые уже разработаны для того, чтобы анализировать дифференциальную экспрессию в различных случаях. Я говорил до этого про те тесты, которые используются этими методами от PEM, мы говорим про непосредственные методы. Наверное, наиболее популярным методом является метод HR. Он существует в виде пакета в R, и на вход он берет просто матрицу количества ридов. Это такая матрица, где строчки — это гены, а столбцы — это образцы. И в каждой ячейке записано количество ридов, которые в данном образце картировались на данный ген, и те, кто делали домашнее задание, уже знают, как такую матрицу можно получить. HR использовать негативно-биномиальное распределение и тест на лог-правдоподобие. Соответственно, как все это работает? У негативно-биномиального распределения, как вы помните, есть дисперсионный параметр. Соответственно, HR надо его определить, после этого сделать, построить обобщенную линейную модель, и после этого сделать тест. Соответственно, три ступени, которые все надо пройти. В первую стадию подготовительного вы просто берете табличку с каунтами и выдаёте специальную функцию из пакета HR, которая просто создает какой-то объект, ну, как-то упаковывает эти данные так, как ему нравится. То есть каунт — это та самая табличка гены, образцы с ридами. Эта функция создает просто объект, который понятен пакету HR. Да, после этого нам нужно сделать нормировку, ну, если мы решаем её использовать, когда-то в данном вашем домашнем задании нормировку использовать надо, и там всё будет нормально. Я предлагаю использовать RLE. Так, после этого нам нужно сказать, какую модель мы будем использовать. Ну, здесь, когда-то в примере, используется просто модель, есть только пол. В домашнем задании там у вас, по-моему, будет возраст, пол и их взаимодействие. Вот я и говорил, что для HR не надо писать ничего на место респонса, поскольку он сам добавит его туда. То есть описание модели будет выглядеть точно так же, как я говорил раньше, но только перед тильдой ничего нет. То есть просто вы поставите пустое место, пишите тильду, и дальше перечисляете те факторы в модели, которые должны быть. Здесь это просто пол. Ну, в домашнем задании нужно писать возраст плюс пол плюс возраст, двоеточие, пол. Окей. После этого нужно определить дисперсионные параметры. С дисперсионным параметром состоит самый важный момент в любом тесте. Нужно понять, насколько ваши данные… Нужно понять то, какой шум у вас есть у ваших данных, не важно биологический, а не технический, для того, чтобы понять верно листь, что отличия между какими-то двумя вещами значимы. То есть чем меньше шум, тем скорее вы можете утверждающий, что это значим. В общем, оценка вот этого дисперсионного параметра, шума, она является ключевым на самом деле моментом. В чем проблема с оценкой этого шума? Если вы делаете обычный тетест, у вас есть довольно много наблюдений, то вы можете легко определить дисперсию внутри группы, если у вас там 10 наблюдений внутри группы. Ну, тогда оценка дисперсии будет неплохой. В обычной ситуации в РНСЕКе у вас будет мало образцов, определить дисперсию довольно сложно. Но можно точно так же определить, тем не менее, для каждого гена внутри образца. Есть некая идея, говорящая о том, что шум, биологический или технический шум дисперсии, она должна зависеть по идее от средней экспрессии гена. Ну, во-первых, из-за того, что есть технические факторы, из-за которых, казалось бы, чем меньше количество ридов, тем меньше экспрессия, тем больше будет технический шум. Ну, может быть, еще есть какая-то связь между биологическим шумом и экспрессией. Может, там, высоко экспрессирующиеся гены должны иметь меньше шум, я не знаю. Но так или иначе, автор программы HR считает, что должна быть зависимость между средней экспрессией гена и самой вариабельностью. Можно поставить такой график, где каждая точка — это один ген, здесь средняя экспрессия гена, а точка — это самый дисперсионный параметр. Но видно, что эти точки очень сильно скончат для разных генов, они разные. И есть там какие-то точки внизу, есть точки наверху. И если мы знаем, что у нас на самом деле для каждого гена было мало наблюдений, то возникает некоторое желание сказать, что если у нас есть два похожих гена, то, может быть, мы можем каким-то образом использовать информацию о вариабельности в одном гене для оценки информации, для оценки вариабельности в другом гене. Соответственно, примерно на этом пытается сделать пакет HR. Соответственно, он определяет дисперсию в каждом гене, но она очень сильно прыгает, то есть он не может определить ее точно. То можно сказать, что если какая-то средняя по всей больнице экспрессия, это просто одна прямая линия, не словно красная, это то, что называется common dispersion. Ну и кроме того, можем попробовать аппроксимировать зависимость от самой дисперсионного параметра от средней экспрессии, это будет синяя линия. Соответственно, в HR есть три функции, которые позволяют определить все три этих типы оценки дисперсионного параметра. Common это красная, trend это синяя линия в зависимости дисперсионного параметра от средней экспрессии гена. И tag-wise это дисперсия для каждого гена определенная по отдельности, которая очень шумная. Но наиболее консервативный параметр, подход стоит в том, чтобы взять наибольшее из всех этих коэффициентов. То есть если у нас для данного гена дисперсионный параметр определен где-то здесь, то мы возьмем для него параметры побольше, соответствующие синие линии. Почему так? Потому что чем больше мы возьмем дисперсионный параметр, тем меньше мы получим значимости, тем более консервативным будет тест. То есть тем скорее, тем менее вероятно, что мы получим ложное положительное срабатывание. Поэтому таким наиболее консервативным подходом является то, чтобы взять максимальное значение. К сожалению, в хелпеке GR написано не очень ясно, то ли он действительно использует максимальные из них, то ли он использует последние вот в этой последовательности. Ну, в примерах, которые я привожу в конце лекции ссылка на арбский код, я прямо беру максимальное значение всех этих трех дисперсий и выдаю его функцию GLM-FIT, которая, собственно, строит обобщенные линейные модели для наших данных. Это тоже функция из HR. Выдаю ей дисперсионный параметр, максимальный из этих трех возможных. Возможно, что HR на самом деле делает это по умолчанию. Я так этот локум из хелпкей не понял, к сожалению. Если вы хотите быть точно уверены, что происходит, надо следовать, надо взять из этих трех максимальных. Здесь я не написал, как это сделать, но это есть в примерах, ссылка на которую есть в конце лекции. Ну и она есть на вики. Окей. То есть мы создали нужный объект, сделали нормировку, сказали, какая у нас будет модель, определили дисперсионный параметр, построили нашу модель, передав ей каунты, описание модели и дисперсию. И все это делаем тест на лог-правдоподобие функции GLM LRT. Она возвращает нам какой-то большой объект, но нас, в общем-то, больше всего интересует именно p-value. Чтобы его получить, надо взять объект table, из него взять столбец p-value. Это будет p-value, соответствующая нашему единственному фактору, который в данном случае был пол. Окей, а что делать, если у нас было несколько факторов? На самом деле большой разницы нет, я просто это объясню, потому что вам нужно будет сделать домашнее задание. Соответственно, тут у нас была формула простая, просто с одним фактором пол. Здесь у нас формула будет немножко сложнее. Тоже оставляем пустое место, место response variable. Точно так же создаем матрицу. То есть это создаем нашу формулу, которая описывает нашу модель, потом создаем по ней матрицу. Не важно, для чего это надо. После GLM fit берет модель в таком виде. После этого точно так же строим модель. То есть здесь никакой разницы нет. Разница будет только в том, каким образом мы будем применять функцию, каким образом мы будем применять тест налогового родоподобия, функцию GLM LRT. Здесь в этом случае у нас был только один фактор. Мы давали ей один единственный параметр. Это наши модели для всех наших генов, которые были построены, потому что функция GLM fit. Если у нас несколько факторов, нам нужно указать второй параметр, который скажет, какой из этих трех, в нашем случае три фактора, то есть из этих трех факторов должен быть выброшен. Вот. То есть мы можем выкинуть либо возраст, либо пол, либо их взаимодействие. Ну, те, кто смотрит внимательно, могут увидеть, что нумерация факторов идет почти не с единички, а с двоих. Когда мы выкидываем второй фактор, мы выкидываем возраст. Но это связано с тем, что первый фактор — это интерсепт. Это просто среднее по всем образцам. Его выкидывать нам не надо, потому что мы о нем вообще особенно не задумывались. Это просто средняя экспрессия всего данного гена во всех образцах. Поэтому мы начинаем со второго, который соответствует первому из тех факторов, что мы ввели в модель явно. То есть самый первый фактор, он вводится в модель неявно, без нашего участия. Его можно при желании выкинуть, но мы это делать не будем. Поэтому начинается со второго. Все. На этой стадии мы получаем P-value. Дальше надо провести поправку на множественное тестирование, как я объяснял в прошлый раз. И после этого вы можете сказать, какие гены значимы экспрессируются, какие гены незначимы экспрессируются. Окей. Если мы делали попарное сравнение, таким стандартным диагностическим тестом, который используется в HR, веряется зависимость изменения экспрессии, которая обычно измеряется в виде в виде логарифма от fold change, то есть это обычный вид по основанию 2, логарифм по основанию 2 от отношения экспрессии в одном состоянии и в другом состоянии. Зависимость лог fold change от средней экспрессии. На нем обычно незначимые гены рисуют черным или серым, а значимые гены рисуют красным. Это просто позволяет понять, сколько у вас генов, сколько генов активируется, сколько генов инактивируется, какую-то общую информацию о том, как все это выглядит. Здесь явно есть какие-то странности, потому что видно, что есть гены, которые активируются ровно в 8 раз почему-то, еще есть какие-то гены, которые инактивируются ровно, ну чуть-чуть меньше, ну не совсем ровно, но в общем порядка в 2 раза. Мне очень ясно, откуда берется такая структура. В общем, в целом, на мой взгляд, этот плод выглядит немного странно. По крайней мере, я попытался попробовать понять, откуда берется цифра 3 и что здесь за такая специальная цифра инактивация почти в 2 раза. Но сейчас для чего нужен этот график, чтобы увидеть такие странные вещи. По идее, такого всегда быть не должно. Окей. Ну, HR не единственный метод. Я, в принципе, рекомендую скорее пользоваться им, но еще есть там десятки методов, я расскажу еще примерно про два. Первый метод это LIMO. Он замечательный тем, что изначально был разработан для микрочипов, поэтому если вам как-то понравится работать с микрочипами, то вы, скорее всего, будете пользоваться им. Он использует обычные линейные модели ANOVA, но я говорил, что на самом деле мы можем использовать такие подходы и для дифференциальной экспрессии. В том случае, если мы перейдем к РПКМ, возможно, возьмем там логарифм от РПКМ. Дальше мы можем делать ровно то же самое, что делается обычно с чипами при помощи линейных моделей ANOVA. Но, соответственно, в LIMO есть возможность это сделать. Да, функцию VU переводят обычно, переводят каунты ридов в логарифм от РПКМ, и дальше встает какой-то объект, который можно скормить стандартным функциям, которые были в LIMO. Дальше вы можете поменять функции из пакета LIMO, и это будет вполне нормально. Здесь я показал, как зависит PIVEL определенная, при помощи HR и при помощи LIMO. Можно увидеть, что в целом у HR получается PIVEL скорее меньше, чем у LIMO, что хорошо, чем меньше PIVEL, тем больше получим значимых генов. Хотя зависимость неоднозначная. Но что забавно, то что LIMO на самом деле дает больше в итоге значимых генов, потому что порог у нас стоит где-то высоко, и вообще нам уже не очень важно PIVEL 10-50 или PIVEL 10-70. Важно, кто прошел, порог, соответствующий корректированную PIVEL 5% или не прошел. А это где-то здесь. В общем, хотя HR в итоге на данном примере дает PIVEL ниже, видимо из того, что он использует каунтовую статистику, которая более адекватная, в итоге значимых генов он даст все равно меньше, что довольно своеобразно. Ну, не важно. Важно то, что большая часть генов будет значимы в обоих методах. Это те гены, которые нарисованы здесь зеленым. То есть в общем не очень важно, какой из двух методов использовать. Еще один метод — это метод DEXSEC. Он в общем-то в очень большой степени похож на метод HR. Он тоже использует негативно-биномиальное распределение, тоже обобщенный линейной модели, тоже тест на блок-продоподобие. Все очень похоже. Тоже надо привести нормировку. В данном случае делать только методы RLE. Здесь вы не можете выбирать. В HR можно выбрать разные методы, а в DEXSEC используются только RLE, потому что именно авторами данного метода этот метод нормировки был разработан. Они позволяют только его. Дальше поделяется дисперсионный параметр. Это делается в данном случае чуть иначе, чем в HR, но идея та же самая. Здесь используются… То есть они определяют дисперсионный параметр для каждого гена в отдельности, тоже стоит зависимость от среднего количества ридов и берут, в данном случае это точно, берут максимальное значение от индивидуального дисперсионного параметра определенного для данного гена и вот этого среднего тренда. Ну и дальше все то же самое. Строится линейная модель, определяется P-value и все готово. В общем-то, на мой личный взгляд, это два подхода совершенно комплементарные. Вот на том конкретно примере, на котором я тестировал, если мы возьмем эти три метода, то здесь показывают диаграммы вена по количеству значимых генов. Видно, что дехсек самый консервативный, потому что все гены, которые были значимы в нем, они значимы и HR-ом, и Лиммой. Ну, Лимма, в свою очередь, дала немножко больше значимых генов. Не знаю, то ли она более шумная, то ли наоборот, более чувствительная. Ну, в общем-то, учитывая, что общее количество тестирования генов было 16,5 тысяч, можно сказать, что эти три метода дали примерно одинаковые результаты. Разницы, кого из них применять нету. Ну, наверное, более корректно применять, тем не менее, методы, основанные на каунтовой статистике, либо HR, либо дехсек. Окей, все, на этом сегодняшняя лекция заканчивается. Здесь есть две ссылки на код R, который иллюстрировать эти лекции. Что-то это иллюстрация после того, как работают LM и ANOVA. Все, что касается всех графиков, которые там были, про то, где по то, как отличить остаточную вариабельность от объясненной вариабельности, как на этом сделать от ANOVA, все соответствующие код есть по вот этой ссылке. И здесь код иллюстрирующий то, как пользоваться HR и десеком и лимой. То есть для домашнего задания вам нужно будет, можно будет воспользоваться примерами для HR. Так, домашнее задание. На ВИК есть ссылки на два файла. Это файл с количеством ридов, которые картируются в 40 образцах на сколько-то, я не помню, наверное, 20 тысяч генов. И информация об этих образцах. То есть для каждого из 40 образцов там указан пол, возраст, и, наверное, рин, но, в общем, рин вам не нужен, а использовать нужно только пол и возраст. Так, вам нужно будет профильтровать эти гены так, чтобы в них было достаточное количество ридов. Я объяснял в прошлый раз почему, для того, чтобы не тестировать слишком много генов, никаких отличий быть не может. Потом сделать анализ при помощи RLE, используя два фактора и их взаимодействия. найти значимые гены, ну и сделать примутационный анализ. То есть нам нужно перемешать все образцы относительно их, перемешать образцы относительно информации о них. то есть, да, можно сказать, перемешать идентификаторы образцов. То есть для каждого образца были приписаны возраст и пол. То есть вы перемешаете эту информацию и будете считать, что теперь выберите для каждого образца случайно возраст и пол и повторите тест. Это будет как бы будет примутационный анализ. Посмотреть, сколько генов будет значим в этом случае. Посмотреть, что то, сколько генов будет иметь P-value ниже, чем то P-value, которое вы определили в правильном тесте, вы сможете понять, сколько примерно, оценить примерно FDR в вашем правильном сравнении. Вот. В общем, все это надо будет сделать. И здесь есть ссылка, она есть на вики, на веб-форму, куда надо будет забить ваши ответы. В общем, все эти ссылки есть на вики, так что…